Мерседес Бенц Однако впервые за свою историю компания целиком самостоятельно разработала автомобиль. Это спорткар, вернее даже суперкар SLS AMG. Эту машину долго возили по выставкам и презентациям. Уже могло показаться, что новинке уготовано место лишь в музее Мерседес. Рядом с моделью из 50-х, знаменитым 300SL, с такими же крыльями чайки. Внешний вид этой машины однозначно свидетельствует о ее предназначении. Посмотрите на этот гипертрофированно длинный капот. Под ним явно скрывается огромный мотор. Кабина смещена далеко назад, а карма совсем короткая. И в ней есть вот такое выдвижное антикрыло. Ну и, конечно, главная составляющая нового стиля – это двери, типа крылочайки, которые дали название этому автомобилю. Поднимающиеся двери не только красивы, но и практичны. При открывании они отходят от кузова в стороны всего на 36 см. Больше места потребуется, чтобы вылезти из обычного трехдверного хэтчбека. Посадка в автомобиль не слишком удобна, но смотреть на это зрелище будут все. Чтобы сесть в кресло, нужно перевалиться через широкий порог, отделанный карбоном и кожей. Когда двери открыты, дотянуться до ручки, не поднимаясь из кресла, сможет человек с ростом не менее 170 см. За невысоким пассажирам придется поухаживать. Или же можно отрегулировать высоту подъема двери. Салон оформлен в стилистике самолета. Передняя панель повторяет форму крыла. Дефлекторы – как турбины, а селектор коробки передач напоминает регулятор тяги у самолета. Рядом с бесконечно длинным капотом кабина кажется небольшой, однако тесно внутри не будет даже крупному водителю. Спортивные кресла жесткие, но удобные. Их спинки сделаны из дорогого и легкого магния. Руль отделан перфорированной кожей. А низ колеса срезан, как это делается в спортивных авто. В салоне есть навигация и акустическая система на 1000 Вт. Но в целом SLS AMG оснащен как спорткар, то есть без лишней бижутерии. Под правой рукой водителя – AMG Drive Unit – основной узел управления 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. У коробки передач четыре режима, регулирующие характер автомобиля. Самый безобидный – C – Controlled Efficiency. Вслед за ним идут S, Sport и еще более злой S+. Последний вариант – M – требует ручного переключения. А на приборной доске загораются разноцветные индикаторы, подсказывающие моменты оптимального переключения. Легкость – ключевое слово для SLS. Он построен на алюминиевой пространственной раме, которая весит каких-то 240 кг. И все же совсем легким Mercedes быть не может, ведь требования к безопасности и комфорту известны высоки. Собственная масса SLS – 1620 кг. Из них 205 приходится на мотор, который сдвинутся за переднюю ось. Можно сказать, двигатель расположен сразу за экраном мультимедийной системы. Чтобы выровнять нагрузку на оси, коробку передач поместили за задним мостом. С двигателем ее жестко связывает вал, сделанный из карбона и весящий менее 5 кг. Система смазки с сухим картером помогла еще снизить массу и понизить центр тяжести. SLS, как и все остальные модели AMG, получил фирменные шильзики на боках – 6,3. При этом объем восьмицилиндрового мотора все же несколько меньше – 6,2. На большинстве моделей AMG его мощность составляет от 457 до 525 л.с. Для SLS атмосферный мотор разогнали до рекордного показателя. Мощности, хоть отбавляй, 571 л.с. Но в спринте до сотни SLS не чемпион. 3,8 секунды, конечно, это очень быстро. Но, например, полноприводный Porsche 911 Turbo выполняет то же упражнение на полсекунды быстрее. Впрочем, это лишь один показатель. И сравнивать эти автомобили в светофорных гонках некорректно. На великолепном асфальте трассы ФСУ за рулем SLS легко представить себя автогонщиком. Автомобиль очень мощно стартует, как влитой держится за асфальт и великолепно тормозится скоростей под 200 км в час. Реакции на команды рулем очень точные. Запас устойчивости и маневренности поистине фантастический. Перед тестом я почитал немецкую прессу. Отзывы об автомобиле самые восторженные. Немецкие журналисты буквально канонизировали SLS, представляя его иконой современного спорткара. Но любопытно другое. За право получить SLS AMG без очереди немецкие спекулянты требуют до 30 тысяч евро. Что ж, SLS AMG столь вызывающе оригинален. Он столь ярко совмещает классический стиль и ультрасовременные дизайны технологии, что я готов понять тех, кто хочет его прямо сейчас. Цена в России 11,5 миллионов рублей.